МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я хочу рассказать вам немного о «Черном квадрате», не о его создателе Казимире Севериновиче Малиевиче, который родился в Киеве в 1878 году и умер в Санкт-Петербурге в 1935 году. И это просто замечательно. Не то, что он умер в 1935 году, а то, что он не дожил до 1937 года и умер в собственной постели. Я должна сказать, что вот этот рубеж конца 19-го и начала 20-го века – это время необычайного подъема в России всех духовных сил, вот абсолютно всех, и ангельских, и демонических. Это был какой-то прорыв, русский ренессанс, русское возрождение. В этот прорыв хлынул гений нация. Россия за свою историю вот это вот прорубило окно в Европу, прорубило окно в мир. Боже мой, что это было за время, что это были за имена. Как Ларионов, Гончарова, художники Бубнового Валета, Кончаловской, Фальк, Машков, русский сезонизм. Как художники Золотого Руна, такие как Павел Фоломич Кузнецов, Сарьян. Какое удивительное со своей семьей, что было не столько удивлением для самой себя. Россия сама на себя очень удивилась, но она также очень удивила и пространство огромное вокруг себя. Она удивляла его дягилевскими антрепризами, открытием русского искусства. Она удивляла себя теми процессами в культуре, которые внутри нее происходят. А почему, откуда они берутся? Подумайте хотя бы над одной деталью, такой очень простой, незамысловатой. Вот начиная от Римской империи и до изобретения, скажем, автомобиля или иного средства передвижения, других скоростей, человек видит мир с одного и того же движения, с одного и того же времени, пространства. Что римляне ездят на лошадях, что XIX век ездит на лошадях. Это один и тот же ритм передвижения по миру. Одни и те же картины. Одна и та же оптика восприятия и рассматривания мира. Она начинает меняться только к самому концу XIX века. А уже когда машина начинает ездить, когда поезда начинают ходить скоро, когда, спаси Бог, дирижабли поднимаются или самолеты, изменяется совершенно точка восприятия мира и точка зрения. Ведь это же новое сознание, это новое представление, а пространство, в котором ты живешь, это другое представление о времени. Неслучайно они называют себя футуристами, то есть людьми, устремленными в будущее, футуром. И вот такой вот взрыв, новые предложения, мысли о времени, конечно, Россия переживала, не только переживала, но создала такой передовой отряд этих философов и очень смелых, ищущих нового языка людей. У Казимира Малиевича была то, что называется, своя компания. Это был Велимир Хлебников, это был поэт Крученых, это был художник Иван Пуни, это была замечательная художница, жена Крученых, Розанова. И они, с одной стороны, решили сделать такую оперу, именно оперу, с очень броским, плакатным названием «Победа над солнцем». Ну, естественно, что если победа, то только над солнцем. И вот Малевич писал декорацию. И особенно интересной была декорация второго действия, второго акта. Малевич написал задник. На этом заднике были нарисованы разные фигуры, и в том числе был нарисован большой черный квадрат. Что-то щекло в нем, что-то очень потрясло, когда он увидел это. Он снял этот задник. То, что было на нем нарисовано, он закрасил белым. И получилось на фоне вот этого огромного белого квадратного половнища большой черный квадрат. Малевич был настолько потрясен собственной работой, как он сказал интуитивно, от возбуждения, от осознания того, что он сделал, от осознания этой работы, все то, что он сделал эту работу, он хворал. У него было такое потрясение нервное, что у него была лихорадка и высокая температура. Он несколько дней не мог ни пить, ни есть, ни спать. Он находился в очень лихорадочном состоянии, будучи абсолютно адекватным и стабильным психическим человеком. Вот это свое искусство он называет супрематизм. Что значит супрематизм? Почему это так называется? Это доминантное искусство. Супра... Доминанта. Супрематизм. Доминанта. Доминанта чего? Доминанта цветовая. А я могу сказать, а очень у многих художников цветовые доминанты. Очень у многих художников в мире цветовых доминантов. А Матисс, какие цветовые доминанты? А Ван Гог, какие цветовые доминанты? Его подход к цвету, понятие его цветовой доминанты в корне в корне и резко отличаются от того представления о цвете, какое существовало до этого. И я бы сказала, до черного квадрата. Потому что всегда цвет был привязан к какому-то мотиву. Цвет что-либо, так или сяк, как у кубистов или как у футуристов, но как-либо он был связан с формой некой. У Малевича цвет теряет связь с формой. С этого момента начинается его работа над единственным его, над единственным его новой, именно принадлежащей ему идеей изображения цвету форм. Вот супрематизм это изображение на плоскости холста цве-то-форм. Что значит цве-то-форм? Малевич утверждает, что цвет как таковой, не ассоциированный ни с каким предметом, с чашкой, ложкой, головой или собакой. Цвет черный, красный, белый, синий, желтый. Как таковой? Он имеет самостоятельное содержание. То есть цвет имеет самостоятельное содержание. А какое содержание? Энергетическое содержание. Цвет это еще Ван Гог понимал, но он просто делал совсем другие сюжеты. А Малевич говорит, цвет имеет свое энергетическое содержание. Есть цвета более активные, есть цвета менее активные, но цвет имеет содержание. Я приведу вам очень любопытный пример. Черный квадрат подлинник я видела лично один-единственный раз в опасных Третьяковской галереи. Я была потрясена. Тем более, что это не совсем квадрат, он не совсем черный, белый не совсем белый. И все там немножечко он не квадрат, там немножко все. Но когда вы смотрите на него, вам кажется, что это квадрат. Малевич сделал сам три или по-другим подсчетам четыре копии. Сам сделал копии черного квадрата. И ни один раз, ни один раз больше он не мог повторить той энергетической мощи, которая была в первом случае. Но не смог, не получилось. Он сам же делал эти копии. Но добиться вот этого, этой мощи излучения черного на белом очень активной формы квадрата на столь же активной форме белого, черное на белом, как максимальные знаки активности светоформ. Это оказалось началом нового художественного алфавита. Прежний художественный алфавит был создан Джотто. Искусство как театр, искусство как действие, искусство как описывающий неким образом художественный мир. Даже футуристы, они тоже его описывали. А здесь никто ничего не описывает. Это энергетика цвета форм. Это другой художественный язык. Он не отменяет предыдущего. Он его не отменял, никогда не отменяет и сейчас. Он существует параллельно. Откуда эта идея? Она что? Его осенило? Она родилась в нем одном? Она случайно в нем? И никогда больше ничего подобного не было? Или у нее есть прецедент? А у нее есть прецедент. Я вам об этом прецеденте сейчас расскажу. Это прецедент в глубоком прошлом, забытом прошлом. Этим истоком является не более не менее как очень древняя китайская художественная конституция или художественный алфавит, который сами китайцы называют Багуа. Это был Китай аж на третьем тысячелетии до новой эры. Эта система Багуа говорит о том, что все, что существует в мире, есть союз неба и земли. Есть главных два понятия. Есть понятие неба, есть понятие земли. Отсюда происходит все. Где небо всегда изображается сферой или кругом. Почему? А потому что небо безначально и бесконечно. А изображение фигуративное, понятие безначальности и бесконечности это круг. Небо как круг имеет два цвета. Оно имеет цвет синий. Это цвет воды. Это цвет оплодотворяющей влаги. И это цвет черный. Потому что любая максимальная концентрация света черного цвета. А небо это максимальная концентрация света. Поэтому небо изображается кругом синим как стихия и кругом черным как сущность. Подобно этому земля имеет совершенно другие характеристики. Если небо незамеряемое, оно безначально и бесконечно, то земля всегда замеряема. Она имеет четыре времени года. Она имеет четыре ориентира север, юг, запад и восток. Она квадрат. Потому что она имеет четыре равные стороны. И соответственно, как и небо, она имеет две цветовые характеристики. Земля в Китае какого цвета? Желтого. Китай в какого цвета? Желтого. И земля цвета желтого. А стихия неба вода, а стихия земли огонь. Поэтому она имеет куб или квадрат желтый и куб или квадрат красный. Но каждая из этих сущностей подвижна. Например, дракон, который есть за аморфическое изображение неба, в Китае красный. И когда Новый год, они таскают красного дракона. То есть это дракон, который принимает на себя цвет земли. Стихии земли. Огонь точно так же земля может принять на себя цвет неба. Она может принять на себя черный цвет. Это черный квадрат. Как максимальная концентрация чего-то в бездну провала. Света. Чего хотите? А прочитайте произведение Малиевича позднее. И вы увидите, какое внимание огромное. он уделяет древней китайской философии. Особенно дарсизму. Он сам дает прямое указание. Я не говорю, что он ее копирует. Я говорю, что это была Эврика. Это была школа. Это был прецедент. Вот точно так же, как у классицизма, даже Пикассо, есть прецедент античная культура, вот точно так же у новаторской идеи Малиевича, которая называется супрематизм, есть прецедент древняя китайская школа Багуа. А что такое для них черное на белом, для китайцев? Белое это не белое, это дао, это безначальность и бесконечность, это все, абсолютно все и ничто. Это то, откуда все родится, это про материю, первообраз, в котором заключено все, его работы периода белого на белом. Вы знаете, они просто меня, эти работы, до печенки проняли, я думаю, каждого человека, потому что это белое на белом, нельзя описать даже, что это такое. Это живопись такого высокого класса, это живопись такого высокого класса, когда он пишет белое, вот что, как можно написать белое, как можно написать белый крест на белом фоне. Вот этот первичный, вечный знак креста, который выделил из себя вот это вот дао белое. Вы стоите за мир, вас знамит, потому что это живопись настоящая. Малевич пишет о себе, я вышел в ноль формы, и он действительно вышел в ноль формы, он начал все сначала. Он предложил, он что, как бы спер это все у старых китайцев, что ли? Нет, но имел в виду, знал об этом, знал об этом и писал об этом, но в своем языке и в своих работах. А сейчас мы с вами пойдем дальше, потому что как в древнем Китае, так и в работах Малевича этот новый алфавит оказалось, что он имеет такую широкую сферу применения, которую представить себе просто невозможно. Потому что как только он сделал цвет непредметным, а начал изучать просто свойства цвета, эстетические, медицинские, психологические, энергетические или форм заработала совершенно другая машина. Заработали совершенно другие рычаги. Он придумал один из опытов его, один из своих экспериментов. Был очень интересный, в довольно небольшом пространстве он делал выгородки. И в эти выгородки он сажал, допустим, машинисток. Раз, два, три, четыре, четырех или пять машинисток. И они должны были печатать что-то. Ну, какие-то бумаги нужные, не просто так. Там, из Союза писателей он брал, у медицинских работников. И вот у него был такой график. Одна комната была покрашена в красный цвет, другая в полосочку, третья в сине, четвертая в желтой, пятая в зеленой. И он писал, там, у Марии Николаевны насморк начнется. Через шесть часов, там, у Елены Михайловны кашель начнется. Через, там, два или три часа. Потому что он изучал влияние цветовой среды цветовой. Вот это цветоформы, внутри которой находится человек, который печатает на машинке, на его психологию и на его физическое состояние. Какой эксперимент, как он важен для медицины. Этот человек состоит из этих гениальных открытий. У него работа есть о том, что такое белый цвет. Как белый цвет опасен в больничных условиях, психологически влияет на больного, как он усиливает боль. Одно то, что вообще белое в таком количестве для медицинских учреждений очень опасно. И вот этот цвет малахитого халата принятый во всем. Я уже не говорю о том, что каждый из вас знает, что такое оранжевая куртка железнодорожных наших рабочих, которые чинят пути, работают на дорогах. А кто куртку-то эту сделал? Так называемая проза одежда, которую занимал Сомалевич. Производственная одежда. Вот этот апельсиновый цвет, который он определил как цвет этой куртки, как вот никто не может наехать, потому что ясно, вот этот вот цвет, как форма, он показывает, здесь работает. Это он эту куртку сделал. То есть он занимается исследованием, как я вам уже говорила, другим исследованием цветовых идей. Черный квадрат это его формула. это такая формулировка. За этим идет школа, за этим идет разработка идей супрематизма. В чем заключалась идея его школы? В чем заключался смысл его школы? А смысл заключался в том, что он справедливо полагал, очень справедливо полагал. Он высоко смотрел и далеко глядел. И очень справедливо полагал, что эпоха индивидуального восприятия окончилась. Что 20 век это век массовой культуры. И через свой новый язык супрематизма он начал создавать формы массовой культуры, индустриальной культуры. Например, вот великий, великий человек Эль Лисицкий. Но мы не помним уже никто, что сделал Лисицкий. А все пользуются уже давным-давно то, что он делал. Вот Лисицкий был человеком, преобразовавшим книгу. Книги, которые делал Лисицкий. Это что-то удивительное. Он подходил к этому как единому, как к архитектурному замыслу. Он думал о человеке, который берет в руки книгу и уже с обложки воспринимает все содержание книги. Как шрифт по-новому помещался. То есть это люди, которые выходили через новый алфавит Малевича, через алфавит светоформ, они выходили в новое пространство. Это новое пространство сегодня называется дизайн. Я уж не говорю о том, что Николай Суэтин ближайший любимейший ученик Малевича был главным художником ленинградского фарфора у завода, что Малевич занимался фарфором, он создавал новые формы чайников, вот это фаянса для массового производства, для всех трудящихся. Попробуйте сейчас купить чайник, сделанный по формам Малевича, которые сохранились на ленинградском фарфорном заводе, а они сохранились и до сих пор делают по ним. Что? Подарки дорогие. То есть все его ученики, они находят в себе применение в самых различных областях новой эстетики. Новой эстетики, которую предлагает миру век массового сознания, век индустрии, когда именно эта цветоформа, на ней строится сейчас любое пространство, любой интерьер. Ну, как же такое? Мы имеем такое явление и до сих пор вспомним, что черный ворот это бред или не бред. Такое-то имеет значение, кто что. По этому поводу думает. Никакого имеет значение только то, что представляет собой эта фигура Казимира Севериновича Малевича. Я должна сказать, что поздние годы его жизни, вот эти вот 30-е годы, он вернулся к реализму. Он писал вот эти вот реалистические портреты в очень красивых платьях, таких дизайнерских платьях. Я очень часто смотрю на эти портреты и думаю, какая женская мода, какая гениальная мода. У него все эти портреты и его работы вообще исполнение отличается каким-то удивительным совершенством. Он делает какие-то совершенные образы, будто супрематизм или реализм или его импрессионистические работы. Они совершенно сделаны всегда совершенно. Не случайно очень часто их сравнивают с иконами, как таким совершенным опытом живописи. И одна из самых замечательных работ его позднего периода это его знаменитый автопортрет. А когда он изобразил себя художника эпохи Возрождения, он даже специально вот так написал себя в такой одежде, в берете с таким вот этим выражением лица. Вы видите перед собой художника Ренессанса и даже как бы вот фактура вся вот как фреска. Правильно автопортрет всегда это то, что думает сам о себе художник. А Малевич он говорит я равен им, я равен Джотто, я равен Монтеню. Он себя даже так стилизует, даже стиль такой, как художник конца 15 века. И он прав. Он был им равен, он был всесторонне развитым человеком. Так же, как они, он был человеком своего времени и человеком будущего, который ввел свою культуру в будущее. Просто нам оценить это трудно, потому что кто такой Монтень мы понимаем или Джота, а какой Малевич с трудом. Он был шковый, он был человеком, повторяю, предложившим новый язык для абсолютно новых условий цивилизации. Я бы сказала это было пышно так. Малевич, гениальный, гениальная личность. Абсолютно. А то, что мы не ценим и не ценим и сейчас, это уже наша беда, это у нас ментальность такая. накопắng, наса с доамина. Абсолютно. Это у нас organ. Абсолютно. Продолжение следует...